Вор. Когда у человека плохо, я не знаю, ну почему у меня так? Вот я по интернету, ну это как по телевизору у меня так, я поясняю тебе, что такое интернет. У человека все плохо. Там зять разводится, начинает спрашивать, да вот я бываю в церкви редко, а ты платишь десятину? Какую десятину? Да ты честно спрашиваешь, ты проклятая. Испытай Бога! Испытай! А ты в церковь давно ходишь? Да я всю жизнь, я ничего не могу сказать. Ты за всю жизнь должна заплатить. Если ты была верующая. Или отречься, а ты была неверующая. Ты все была воровка, воровка и воровка. У тебя все проклятое. Дети ушли. Сын парализованный, его трясет все время там. Муж запился, не знаю, что с ним сейчас сделать. Свекровка поднялась из дома, выгоняет. То есть проклятие сплошное. Ты начни платить десятину Божьей. Да испытайте меня, Господь. Не открой ли я двери небесные, и на вас посыпется из рога изобилия. И притом не надо ничего говорить. Это Богу принадлежит. У меня-то какой заработок, пенсия минимальная. Батюшка приехал, я ему десятину. Батюшка, ты возьми, а потом уже дашь мне десять десятин. Но ты сначала с меня возьми. Вот приходит одна, ну правда, двое ребятишек, а муж бросил. Ну у нее совсем маленький заработок. Совсем маленький, ей не хватает. Я мог бы, говорит, даже назвать. Вот. Но платить десятину надо. Ты не хочешь, чтобы прокатаяние отдавай. Сколько заплатила? Да у меня десятина, там, говорит, всего-то, получается, там, 120, что ли, рублей. Ну отдай. Взамен получила 1200. Увеличила в десять раз, в этот же день. Как? Ну батюшка же знает где. Тут же поговорили, у нее так вот нет. Да что ты платишь мне-то какие-то твои деньги? Да я там дома рукавички вязала, продавала там. Это тоже твой заработок. Даже нищий, собранные деньги у церкви, должен десятину отделить и отнести. Понимаете, вот когда в страхе в этом живешь, на душе всегда радостно и легко. Как бы тебе трудно ни было, Бог усмотрит. У меня не было заработка в тюрьме, поэтому я ничего не имею. Если было, я бы это посчитал. Но мне легко даже не заплатить, потому что я авансом уже эти десятины заплатил. И скажу, что ни разу голодный не лег спать. Ни разу. Как сейчас помню, в каком городе я обратился, а работал на корабле. Моряк, работа, все у меня есть. А хожу так баптистом. А народ-то там в основном пенсионеры. И которые деньги собирают, слышу там говорят, что у нас сделалось такое-то. У нас в несколько раз сбор увеличился. В прошлый раз так было. И вот нынче сегодня. Так кто же откуда деньги-то приходит? А там брать некуда. То есть они так и не знали где. Ну я свернул трубочкой-то. Ну и положил. А себе оставлял самый маск. Почему меня кормят, там высчитывают на корабле. Мне вообще можно все отдать. А плаваю я бесплатно. Работаю. Силы делать некуда. Но на сердце мне это Бог положил. И я не утонул ни в грехе. Где согрешил, Бог меня вытащит. И как-то все так слагаются. Советники, помощники. Ну я же не говорю, какие помощники. А там генерал-лейтенант, прокурор краев, представитель краевого суда, мэр города, губернатор города. Я не могу назвать, кого бы ни было. И все это просто настоящие друзья. Главный банкир домой привозит. Даже вот это фото-выводы делал. Фото-выводы. На сегодняшний день депрессант помог почти 250 тысяч. Четверть миллиона. Ну это все сложил как есть. А он говорит, а он говорит, еврей. А евреи не любят христиан. Я в это не верю. У меня евреи, которые встречались, и банкиры все, и все расположены ко мне, и все дают. Это Бог так делает. Почему? Отверстия небесные открыты. И он забыл, что христианам надо не давать там пройти мимо, и сам спрашивает, когда помочь надо. И поэтому мои мнения об евреях, и мусульмане мне помогают. И почему это дело Божие? Отверстия небесные открыты. И поэтому я где в тюрьме был, в первую очередь, помочь тем, которые мусульмане, которым трудно здесь, в первую очередь, я им старался все дать. Что там бумага, что можно было передавать. И далее. Лука 21.4 Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Значит, как и сколько все пропитание? У нас была, помнишь, она Иннокене, Ольга такая, приходила. Она была, она никогда не ложила, у ней, в общем, денег, может быть, и не было. Но она против десятины бойно восставала. Почему десятина? В Новом Завете нет десятины. Правильно, нет десятины. Я тебе покажу, почему ее нет десятины. Слово десятина в Новом Завете действительно не существует. Но в Новом Завете есть то, что все продавали и к ногам апостолам ложили. Не сокровищество. А они жили одной семьей. Да, понятно. Понятно. Но ты понимаешь, что это все сто процентов отдавали. А ты не видала десятину. Что у ней? С ума сошла? Она полностью рехнулась, выскочила на улицу, схватила огромные, стоят мусорные ящики, давай трясину, приехали, в дурдом увезли, ушла в адвентисты. Полное проклятие везде. Совершенное сумасшествие. Полюбить святую десятину ее Бог установил. Князь Владимир это знал. И первую церковь, когда заложили стопийскую, она называлась Десятина. Она наложила оброк десятину на свое княжество. Десятинная церковь. Ее знали, значит. Ее знали. А потом перешли на торговлю. Против Десятины нигде ни один священник сказать слово не сможет. А против торговли все Священное Писание говорит. Павита, 1 глава 7-8. И отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенников. Подожди, куда он отдавал? Священникам, сынам Аароновым. Это первая Десятина. Дальше вторая и третья. Вот место, где, говорится, три Десятина он отдавал. Но это не заповедано три отдавать. Первая, обязательно и точно. Вторая, сколько можешь. А третья можешь и не давать. Значит, ничего не пожнешь. Это на нищих, на обездоленных. Десятину всех произведений давал сынам Левининым. То есть все, что собрал, морковка, картошка, репа, лук, чеснок, всех произведений полевых. Служащим в Иерусалиме. Другую Десятину продавал. И каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме. И дальше я уже оборвал где-то. Еще. Бытие 14, 18, 20. Происхождение Десятина. Откуда она? И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Это Авраам он говорит. Авраам. Дал ему десятую часть из всего. Понятно, происхождение ее тайна. Почему Христа Павел называет Мелхиседеком. То есть она небесное происхождение. Ни начала у него, говорит Мелхиседека, нету. И он, понимаете, откуда все связано? Десятую часть. И непонятно кому, кто он такой. И куда он положил? Куда? Никуда, в руки отдал. Куда? Отдал и все. Прочитаю еще раз. Давайте поймем происхождение Десятины. Иначе как святой ее не называют. Бытие 14, 18, 20. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои Авраам. Дал ему десятую часть из всего. Авраам дал? Авраам дал ему десятую часть из всего. Все. Впервые встречается. А какое объяснение? А почему? Зачем тебе рассуждать, когда Библия это говорит? Ну ты хочешь быть благословенным от Бога Всевышнего? Ну сразу скажи, хочешь? Хочешь? Отдай ему десятину. Господь говорит, испытайте меня. Ну проверь. Ты увидишь, как все будет по-другому. В доме, где ты находишься, не платится десятина. Платится ли? Ты узнай хорошо. Хорошо узнай. И будет благословение. А если нет благословения, оно явно, что его нет благословения. И не надо никакими разными гнилыми подпорками делать. Да вот так, да это так. Десятину отдай Богу. Она не твоя. Она тебе не принадлежит. Я стал просить у Бога. Я сразу, мне как положено было. Она не моя. И поэтому мне ее не жалко. Она не моя. Бог ее приложил мне к моей 90 рублей 10. И сказал, отнеси, научить добро. Наша мама так учила. Как только праздник, она пекла пироги. А на той деревне там жили бабушки. И она, как мы ко всем носили, ребятишки маленькие. Ну я 5 лет. А на той стороне две бабушки предпризорные в одном доме жили. И отец, представь, 10 ребятишек, инвалид войны. И вот пасет, он ее отдавал за рог. А Вера слабенькая была и ругался, и пил. Но за рог даст, если я пропасу благополучно, как Авраам говорит, то полбарана отрублю и бабкам этим всем разнесу. И никогда не нарушит. Как только кончится осень, ничего не потерялось у него. Получилось за то, что паса вещи. Теперь полбарана отрезал. И теперь мы разносим. Это мне с детства уже положено. Надя вручила Романа, когда он у нас жил. Устинов Роман. Суп сварит. И там бабушка на улице жила. Рома, отнеси, чтобы ребенок навык имел. А у нас в Теревке были люди такие, которые не хотели платить десятину. И наставляли на это детей. А сегодня я спрашиваю мать, как у тебя дети-то верующие? Да какие они верующие? Ты сама видишь как. Где старшая дочь? С этим нашим сколько вопросов решается? А за что? Сынок не платит десятину. Ты тоже крепко поговори с ним. Крепко. Десятины нету. И в доме никакого благословения нету. Почему? Все идет так, только шашлыки. А друзья какие? Саша Муха в интернет выставили, они там жарят шашлыки. Женя там обнялися. Какая компания хорошая. Когда прикасаться к нему нельзя, к скверному. Человек-отступник. Нарушает заповеди. Там и первую, и вторую, и седьмую. Все подряд. Он отлученный. Разрушитель семейной жизни. И с ним обнимаетесь, ездите. Это твой сын там? Ну я-то что сделаю? А ничего не сделаешь? Что еще ты сделаешь? Я ничего не сделаю. Конечно, но ты молись, плачь, говори, скажи, десятина. Десятину я платила и плачу. Дальше. Десятину. Деяние 4.32-35. Мы это хорошо знаем. И когда мы ходили здесь, в Покровский собор, мы всегда отдавали в руки священнику, который идет в кассу, они там делят тогда, везде. Они продают, и с этого живут там и продавцы, и все получают. Это принадлежит священнику. Я просто почитала вот эти слова тогда, что вы носите в Дом Божий. И я стала в церковную церковь власть, поэтому зимой зиму я не получаю. Все это единого делает так. Теперь, помнишь, мы вообще в прошлом году разговаривали об одном деле, и это не десятина. Здесь, деревенских-то никого нет. Сколько платят деревенскую казну? Тридцать. Тридцать. Тридцать рублей. Мы разговаривали на эту тему. Да. А ты сказал, а я буду платить двадцать. Так было? Да. Понимаешь, вот это своеволие такое, из-за десятки. Но выхода-то никакого нету. Но нарушения. Если в десятине нарушения проклятия, то здесь не по совести. И я выход находил такой. Я сказал, напиши, сколько ты не платила. И я заплачу. И я заплачу. Но чтобы устав не был нарушен. У тебя вот этого нет понятия. Устав в одном нарушается, дурной пример другому. Где ты бываешь, штат тоже ничего не платит. Нигде нету. А кто? Павел, друг твой, он тоже не платит. Почему? Он пропьет. Я сейчас поясняю. Он пропьет. Он мне просто помогает. Не-не-не, я не противя говорю. Он Дину не платит. И поэтому у него ничего нету. Я не знаю, как у него платит. Он не платит. Он не платит. Нигде нету. Я с ним общаюсь. Я вот у вас однажды попросила. Игорь Тихонович, пошлите мне Володю разрубить дрова. Я ему хорошо заполучила. Вы же мне не дали. А куда мне обращаться? Когда это было? Я пошла к другим людям. Подожди, когда ты была? Говорила. Это уже было. Ну не знаю. Тот год был. Я поэтому к вам не обращаюсь. А к Павлу обращусь он мне поможет. Он дрова колет, Павел. Ну он дрова никого, а другие делали. Ну дрова не было. А больше к кому обратиться? Больше не к кому обратиться. Женя, когда просишь, то всегда два варианта. Вот. Ты понимаешь? Ты просишь. И поэтому два варианта. Один вариант будет по твоему. Потому что ты просишь, а другой нет. И ты равна должна быть благодарна. А не так. Я просила. Я благодарна? Я слава Богу. Нашелся Павел мне по Богу. Все. Один мог, другой не мог. А то, что он пьет. Что с тебе здесь? Я вот сейчас обращаюсь за помощью. Мне нужен человек. Для команды, для нашей не хватает человека. Должен быть. Я уже обращаюсь. Ты можешь? Он говорит, я не могу. Врач в краевой больнице. И там без него никуда нет. Он говорит, я поеду. Он говорит, я поеду. Когда тебя дошло, а я не знаю, посмотрю. Вот так вот точно отвечает всегда Женя. Вот рядом, через дорогу живет. Никогда не ответит прямо. Женя, нам машина нужна в прошлом году. А я не знаю. Вот осень уже все пришла. Женя, нам крайне нужно большое село. Поехали. Он не отказывает. Но я подумал. Женя, когда думать, когда команды. Если машина едет, я еще должен машину четыре человека найти. Ну, не для себя же это дело. Но мне надо поехать. Куда ж тебе поехать-то надо? Да в Корчину. А зачем? Осю устраивать. Осю. Сыну устраивать. Да чего устраивать, когда он устроен? Он у Миши и Никитина на квартире. Что, выпивать? Поехали вместе. Устраивать. Бог устроил. Сын погиб. И нет этого. Оси свободен. Что изменилось? Ничего не изменилось. Ты маленько так глянь. Перед этим только разговор мой был с ним за неделю. До гибели сына. И причина какая? Оси мешает. Мешает. Бог сразу убирает. И он тебе не мешает. Теперь то же самое. Та же самая яма. Трагически. Страшной смертью человек погибает. Я поэтому говорю. Никогда не играй, дорогой брат. Ты уже слышал неоднократно, что нам крайне необходим один человек. Кроме того, ты поедешь... Николай, шофера, вы будете передавать другим опыт. Ты опытного человека научишься. Четко и определенно. Скажи через две минуты мне. Едешь или не едешь? Мы пока продолжаем говорить две минуты тебе. Ты уже думал не один год об этом. По этому поводу Павла я вам еще расскажу. Вот сейчас у меня там провод проходит около Евгения. Значит, а Игоря корова зашла туда, к ним в огород. И мой шлаг наступил, и вот такая дырка. К кому я обращусь? Я пошла в Павлу. Игорь-то мне барабаш не сделает. Я пошла в Павлу. Он мне не отказал. Поэтому я с Павлом и дружу. Да и не пойму, что ты дружишь. Я говорю с Павлом. Ты не поняла маленько. Если он не платит десятину, он вор. И с Павлом нельзя дружить. Из-за десятины. Павла-то работяга. А я даже и не знаю. Платит он не платит? Не платит. Я не знаю. И здесь не переговори. Ты услышала сейчас. Ты скажи, Павел, ты платишь десятину или нет? Как я с тобой. А дальше скажи, обкрадываешь Бога. И с вором видишь вора, сходишься с ним. У нас с тобой хорошая дружба. Хотя бы ради меня заплати десятину. Он ее пропивает. Десятину. Это вот в чем беда-то какая-то. У нас никто не пьет. Да, конечно беда. Но он придет ко мне, поможет и все. Ты не туда совсем клонишься. Он сейчас поехал туда. У него дочь в Санкт-Петербурге. Там каждый день закладывал. В Москву приехал. На матрасах там перемочился. Ему нигде ничего не рады. Миша сказал, я тебя пускаю тут где-то в Ишиме-то. Но условие одно, что ты петь не будешь. Тебе на размышления 24 часа и ты должен уехать от меня. Павел сказал, мне это не надо. Он потерянный человек. Но мы молимся, потому что он живой. Он очень добрый. И церковь приходит. Речь идет только сегодня о десятине. И ты ему скажи, скажи, Павел, я узнал из Слова Божие, что вы обкрадываете меня. И если человек не платит десятину, он вор. Я давно об этом знаю уже. Давным-давно. Понимаешь, ты свое слово скажи. Свое слово скажи. Теперь относительно этой десятки. Пожалуйста, завтра посчитай, сколько ты не платила. Мы заплатим и с этого дня начнешь платить. Я не буду к вам обращаться за помощью. У меня есть свои деньги. Я принес деньги специально сегодня с пенсии свои минимальные. Я просить у вас не буду и ни у кого не просить. Потому что у меня есть свои деньги. И я получаю мне довольство с тем, что у меня есть. И ни у кого не прошу денег. А сама еще даю. Вот так. Значит, зачем же тогда так выходить из того, что установлено деревенским советом? Ты приехала. Тебя приняли сюда жить и сразу ломать устав. Чего ради одной десятки такой позор надо принимать? Я не ломаю устав. Я просто попросила, что вы живете в достатке. А я все-таки по сравнению с вами. Сама решаю. Позвольте мне против двадцать дней. Женя, эти все слова дынные над мнением мира. Ну, может и да. Зачем тебе это? Все до единого знают это. Решено. Ты приехала в деревню. Тебя приняли по уставу. Только приняли. А я буду делать по-своему. Из-за чего? Из-за десятки. Да десятка-то меньше кирпича хлеба. Так вот вам-то десятка, а мне-то имеет значение. А ты для меня... Скажи. Вот сейчас я задам вопрос и ты увидишь. Какая у тебя пенсия? Я почему должна говорить пенсию? Всегда. Никогда не ответят. Пенсия она не секрет. Вглад секрет. А пенсию почтовонно разносят и дают. И у ней полный каталог. Мне вот у соседки надо семь пенсий занести. Никогда прямо не ответят. Вот это у тебя прилукавейшая женщина. Просто неприлично. Зачем тебе это делать? Неприлично спрашивать о деньгах человека. Ну, подожди. Скажи, сколько получаешь пенсию? Девять восемьсот. Все. У меня пять триста. И вообще все до единого говорят, какая пенсия. Все до общины. Кроме одной. Вот купила стол, достала. Я тебе напомню уже о попутном. Стола, который освод был. И мне такой... А где ты стол взяла этот? Мне такой же надо. А зачем это? Ну, мне такой стол надо. Ну, я его не взял. А за сколько? Никогда не скажут. Какие братья и сестры? Я тоже не знаю. Там прибавили. Я полгода уже не ездил. Ну, сейчас даже одно. Ну, было сердце. Я уже знал, что ты не ответишь. И поэтому задал. Я не ездила уже полгода. Там прибавляют. Я не знаю, сколько прибавили. Пенсию твою. Я сейчас только позвоню и почту узнаю. Зачем ты ставишься-то? Ну, звоните. Звоните. У меня самое наименьшее. Я работала. Почему ты... Заметь. Все до одного человека, в общем, все говорят, какая пенсия. Кроме тебя. Какую ты тайну-то создаешь из пенсии? Кто-то отнимает. Это все корысть твоя. Корысть. Как бы еще не получилось. Просто неприлично спрашиваете денег. Ну, хорошо. А тебе вот она говорит. Вот она. Почему неприлично? Да, неприлично. Твоя мама с какой пенсией? Ну, тысяч девять. А у папы? Ну, чуть побольше. Ну, все знают до одного. Какой ты тайну-то? А ты просто привыкла? И никогда вот так что-то дурально. Какие-то что-то братские отношения дружеские, что ли-то? Ты просто вот так вот, как чужая совершенно. Мне-то твои деньги не нужны. Ты не можешь это состояние расколоть эту скорлупу. Тут ничего нету. Но ты создаешься, отчужденность создаешь. Я уже думала, тысяч семнадцать можно было бы скрывать. А чего скрывать-то семнадцать? Разве вы не знаете, что я работала на самой низкоплачке, и у меня пенсия самая маленькая. Да не меньше моей. Ну, побольше немного. У меня пять-три. У меня тридцать пять лет старше. Мне власть не давала работа. Только сторожа была. Я права. Что же вы думаете о моей пенсии, если я работала? У меня там всюду выгоняли, выгоняли власть. Это медсестрой в самом низком оплачивании. Сколько мне там пенсий? Сколько пенсий получаешь? У меня было где-то семь с чем-то, а сейчас, наверное, прибавили, может, восемь или сколько. Мне тоже прибавились, и у меня было четыре. Сейчас пять. Никогда где-то есть. Я сейчас поеду, вот узнаю. Ты Романа Устинова знаешь? Романа? Романа. Ну, увидела. Вот приезжает. Он племянник мой. Вот приезжает Давыд. Давыд, сколько получает? Да у меня каждый месяц по-разному. А сколько? Ну, вот сейчас я получил там восемнадцать тысяч, а прошлый месяц было там сорок. Все ответит, как есть. Спрашиваю этого Алешка. Это братовья их. Пять братовьев. Ответит. Роман. Семнадцать. А тебе Роман. Роман, сколько получаешь? Я просто говорю. Я тебе говорю, Роман. Вы не знаете, где я работала? Женя. Роман. Теперь все братья отвечают. Володя, Валя, сколько пенсию? Какой секрет? Пенсии. Никогда секрета нет. Наоборот, люди делятся. Роман, сколько получаешь? А вам зачем это? Это мой племянник, который у меня в доме возрос. Да, Роман, что тебе пенсию отниму? Он мастер, он работает. А еще это недостаток ума. Он уже вот так как бы отталкивается. Ну, Роман, я знаю, сколько ты получаешь. Почему? А вот вы перекрывали храм, он мастер большой. Вот это евроремонт там делает в храме. Это он все делал. Ты приехал с товарищем, у меня к товарищу подошел и спросил, вы вместе работаете? Ну, какую ты тайну создаешь-то? То есть, вот то, что он не говорит, он отталкивает. Скажу, у тебя зарплата какая? Ну, вы думаете, что я много... Ты не ответишь, слушай, вот он сидит. А клад у меня изначальный 5,569. Так. Но потом, когда с накрутками, там до 10-11, и так получается. То есть, в среднем у тебя 11 тысяч получается круговую на год? Ну, да, так, в месяц. В месяц. В месяц. От зарплаты. Так. И вот твои коллеги, врачи такого же уровня, как ты, в Москве сколько получают? В Москве, ну, гораздо больше. Сколько? Ну, там 40 и больше. Милиция сегодня, говорит, меньше 50 никто не получает. А он врач, какой старший у тебя? Вот будет 40 лет на будущий год. Ну, если врач столько получает, а я там вообще... Я просто говорю, никто никакой тайны не делает. Ты получаешь сколько-то? Тайны делаешь. По-разному. Ну, стараюсь. Сколько у тебя в среднем получается? Стараюсь 20 тысяч в месяц. А? Стараюсь 20 тысяч в месяц. Ну, бывает много у меня. Ну, 20? Ну, 20. У тебя какое заработок? 7,5. Сколько? 7,5. Это учитель по-теряевски. Вот и все. Какой же это заработок? А в Москве сколько получают? Меньше 70 на месяц? Ну, я в Греции с Васей разговаривал. Тысяч 40 получают. Хотя у нас самая богатая страна. Никто никогда тайны нет. Мы братья и сестры. Какую тайну из этого? Никто не берет. Ты просто привыкла так делать. Противная такая. Ты никогда не противнича. Поговорили? Все. Десятина идет только в руки. Никаких там. Отдельно ты придешь, когда на церковь. Это вторая десятина. Ты перепутала все. Первая десятина непосредственно священника. Написано, что принесите в дом мой. Я поясняю. Тут написано. В дом мой приносите. Мерхиседеку куда в раму отдал? Прямо Мерхиседеку. Никуда. Не надо выдумать. Это вторая. Это на нужной церкви вторая десятина. Вторая. А если ты делаешь, а я положила. Ну это хитрость такая. Я положила меньше, а никто и не узнает. То есть легко понять, что воровка. Да и не воровка. Не воровка. Тогда не муклюй. Ты делай как зимой. Ты непосредственно отдаешь батюшке. А как же? Руки конечно. Ты тоже отдаешь. Непосредственно. Да он даже и не смотрит. Он никогда не смотрит. Да я все двадцать лет ему давала. Он знает прекрасно. Он знает. Вот только сейчас. Дружба с такими ворами. И ты стала такая же воровка. Ну пусть я воровка. Не сделай так. Пусть воровка. Что ты делаешь? Как хотите так и назвать. Мы в дом то и приносим. Мы в дом то и приносим. Просто надо шире писание смотреть. Не узко по сектански. Вот в дом и все. В дом мы приносим, но кому в дом? Кому в дом? Священнику. Или вы в дом приносите, вы можете мне отдать эти деньги. Тоже вы скажете. А я же исполнил его заповедь. Или там Володе. Или чтецу. Или чтецу. Зомбежная церковь. Зомбежная церковь. Они приносят квиток. Заплачено. И из этого теперь они делят. Кому сколько на Синоск. Что так то. А не так. Я положил. А сколько положил. А сколько я хочу. Это хитрость. А в другом месте писание уточняет. Кому именно в доме отдавать. Не мне, не кому-то. А именно священнику. Вот написано в другом месте писание. То есть одно место дополняет другое. Это было 40 левитам давали. Потому что они не умеют. Женя, тебе не надо толковать. Да я и не толковать. Я читаю Евангелие. Зачем это? Так вы из Ветхого Завета то и узнали. Что надо приносить в дом Божий. Да. И из Ветхого Завета вы и узнаете. Что надо приносить именно священнику. А леви на колене. А теперь Христово священство. Было левиное священство. Там же не было никаких наделов. Поэтому им. Так. Ты создаешь впечатление, что ты не платишь. Зачем тебе? Ты сама себя под это поставила. А с кого я создаю впечатление? Я что учитываю что ли? Ты человека вводишь в подозрение в грех. Зачем это нужно? Какого человека? Вас что ли? Да то не только меня. Кого? В первую очередь ты вводишь священника. А вот. А вот. Женя никогда не говорит об этом. Я спрашиваю платит? Не платит? Да нет не платит. Как так не платит? Я не платила ему. Вот летом давала. А зиму прожила конечно не платила. Женя. Вопрос можно? Не платила. Потому что я не езжу. Вопрос можно? Пожалуйста. Чем была обусловлена Ваша перемена платы в руки, а потом в сокровочную цену? Чем? Потому что я читала Евангелие написано. Приносите в дом мой. И во первых я никогда не против десятины. Да именно чтобы было для Бога. Мы когда даем в руки священнику, мы конечно не знаем точно. А когда я в сокровищную положу, я знаю, что точно для Бога. Вот это мое понятие. Читая в этой Библии. Ты как ни поглубь там еще найдешь. Женяй разницы в церкви нет. По огранице церкви. У меня это не вмещается Ваш ответ. Когда я в руки к батюшке кладу, я конечно знаю, что батюшка, я доверяю полностью ему. Это мой духовный отец. Как я могу не доверять ему? Как я могу вообще идти на службу к нему, если я ему не доверяю? Я значит доверяю, значит я знаю, что это я положил Богу. А Вы знаете, куда идут расходы из сокровищницы? Я не знаю никогда, куда идут у батюшки и куда это. Мы ничего никогда не знаем. Несмотря на то, что у нас есть церковный совет, мы могли бы кое-что и знать, куда идут средства, но мы никогда ничего не знаем. И я не интересуюсь этим. Я отдавала 20 лет, а потом думаю, вот уже положу туда точно для Бога. А так, конечно, доверяю и доверяю, но все равно мы не знаем. Понимаешь, у меня везде вот это маленькое воробинное умствование. То оплатить надо ответить, а я 20 дам. Ну это просто противная такая. На десятки теряют общение со всеми. Я вообще не понимаю. Значит, в руки батюшке положить она не доверяет? А то она положила неизвестно кому. Она не поверяет. Она сама себя успокаивает. Она видела разные изменения. Вот подорожал хлеб, я могу поменьше, мне не хватает, я поменьше. То есть сама себе наоборот и делает, и лукавство, и лукавство не примет. Это вот единственное, что осматривается это лукавство. И еще Бог не примет от лукавого человека. Ты даже этого не знаешь. Истинное лукавство только всего. Мы даже с тобой останемся сегодня, но и ты в другом месте та же самая останешься. В больном или была она была под контролем? Там нельзя было по-другому. Под каким контролем? Никто меня никогда не контролировал. Я говорю, под контролем была, все время спрашивают. Или ты уходишь, там не хватило в голову. Я всегда, никто меня не контролировал. Просто у меня сердце расположено, что я должна дать десятину. А потом, когда я читаю, приносите в Дом Божий. Считает она, сама разумеет. Своим маленьким, как говорится, мишкам. И ты сама решаешь, только чтобы не платить. Смысл-то в этом. И вот эта Ольга, которая была в Милославской, и накинета. И лжа, и накинета. Она тоже, а я считала, все считала еще. В ум помешательство ушла в адвентист, и теперь от них еще куда-то. И говорит, а вы считали Евангелие от Иссеев? Вот Матфея, это неправильная Евангелие. А вот она полностью рехнулась. Ты доиграешься ум своим, что в туалет не сама до бани не дойдешь. Зачем тебе это нужно-то? Ну вот перед тобой сестра сидит, братья. Говорят, никто так не делает. Что-то выпендриваешься. Да зачем тебе это нужно? Мы же православные христиане. Вот смотрите, мы руководствуемся священным писанием, столкованием святых отцов. Вот у святых отцов как вы читали? Вы читали, чтобы вот просто прихожанка в житиях пришла и отдала там куда-то, а не священнику? Вот такой есть. Или, допустим, каноны церкви вы читали. Мы же руководствуемся правилами церкви. Епископы. Был определенный порядок. Вот порядок этот соблюдается. Мы отдаем священнику. Мы не нарушаем заповедь. Мы в Дом Божий несем. Но в Дом Божий к священнику несем. А не просто захотел, а положил в сокровищницу. А сокровищница может быть на хозяйственные нужды или на больных. Вот в Барнауле у нас это как раз и есть. С пустыми руками не приходят. Приходят, толкают и говорят, там полный ящик. Ну, ящик маленький совсем. Куда? У нас сегодня роженица в больницу на Благовестие. Там еще приехало библейское российское общество. Ну, мы сразу больше ста тысяч отдали. На издание перевод Евангелий на алтайский язык где-то. Это отдельно не касается. Туда ты и клади. А десятину ты не платишь. Я не плачу. Вот не плачу из Евангелия, потому что я не езжу. Ты не платишь десяти туда, Женя. Ты не платишь. Та, которая туда идет, это отдельно у нас такой же. Вот ты там в этом, Средина Степановна, бываешь? Да. Несколько женщин, комиссия. Они вскрывают его. Они пишут сколько, мелочь бывает, деньги. Дальше разменивают. Татьяна у нас там по больницам. Кого навестить, кому что купить. Новорожденным на Рождество, на Пасху детям подарки. Это из того ящика. Батюшка сказал, что я не плачу вот эту зиму, потому что я не езжу и не платила. А так я ему все время, знаете как платила? Во-первых, детю получу, дам. Аванс получу, дам. Получку получу, когда желаю. Я все время ему давала, двадцать лет. Это не ему платите. Это совершенно нормальное состояние. Нормально. Я не ему платила. Вы не ему платите. Вы платите десятину Богу и даете Богу священника. Бог от меня обрадывает. Это не священник, а обрадывает. Я понимаю, я эти слова давно знаю. Это первое. Если вы себя признаете православной христианкой, для вас это должна быть норма, а не то, что вас загнали насильно и заставляют платить. Вы можете не платить, но вы не будете православной христианкой. И все. Вот в этом сейчас разговор идет. Вы православная христианка или не православная вообще человек? Игорь, Игорь, дело намного сложнее. Я знаю откуда это идет. Это самоумствование. Это не просто недостаток ума. Это повреждение демонической силы. Мы с Теретьей в прошлом году стали беседовать. Женя, ты понимаешь, что у тебя такие какие навороты идут. Ты нынче письмо написала. Для нее двое, там трое собираются. Церковь. А еще решать, кто спасется. То есть она не знает границы церкви. Там едино-баптист, адвентист. Для нее все это церковь. То есть она далеко-далеко понятия церковные никакой нет. У них нет таинства. Нет таинства. Нет священства. А как нет? Она в каждом вопросе спорит и спорит. Да я не знаю никакую веру. Что вы мне говорите? Я не баптистскую никакую не знаю совершенно. Я только знаю православную. Женя, ты писала прямо, что они только здесь и прочее не знают. Ну тут не надо. Я уже беседовал. Вы скажете, спасение возможно в православной церкви, где есть священство, таинство или можно спасти без священников и без таинства? Как я могу говорить про другие веры, когда я их не знаю? Что вы меня спрашиваете? Я их совершенно не знаю. Я только знаю православие. То есть вы предполагаете, что возможно и там спасение. А как я могу говорить возможно, когда я там ничего не веру не знаю? Ну а почему вы не знаете? Вот почему выбрали вы православие? Мы перед крещением всегда задаем вот новичкам вопрос. Почему вы пришли в православную церковь? Потому что я просто уверовала и пришла в православие. Я другую веру совершенно не знаю. Никакую. И как же я могу говорить, что там можно спасаться, когда я это не знаю? Он вопрос прямо задал. Без священства от апостольских времен, рукоположенного, можно ли спастись? Тебе не надо знать. Написано, что без священства он не спасется. Все. Написано. Я знаю. Нет священства. Нет его. Ну нету. Они хорошие люди, много лучше нас даже. Да я их даже и не знаю. Но ты знаешь, где нет священства. Вот я с католиками никогда не буду беседовать. Почему? У них настоящее священство. Я там никогда не бывала. Я не знаю эту веру. Как я могу убеждать? Но однако ты уже утверждала и написала, что не только... Вы просто не поняли там, что написано. Поняли, все. Незнание нас не спасет от наказания. Если вот, допустим, предположить, что мы все в заблуждении, вот здесь находящиеся, а где-то там есть истинная вера, вы не скажете Богу, а я не знала, Господи. Он спросит, а почему ты не знала? Я те веры не знаю, другие. Я знаю только православные. Поэтому вы меня спрашиваете, можно ли там спасти? Вот я там веры не знаю этих. Совершенно. Как я могу? Вы даже мне вопрос задаете такой. Так, вернемся снова к десятине. Вопрос теперь уже прямо остается. Дальше ты будешь платить десятину, как платила в Барнауле? Прямо отмерить десятую часть от своих 700 рублей, 730 рублей и передать руки священнику. Платишь или не платишь? Да или нет? Больше ничего не надо. А в ящик ты положишь сколько тебе надо после этого. Это идет на крышу, на ремонт и все. Если ты платишь десятину, тебе упираться вообще не о чем? Зачем тебе? Я не упираюсь. Я не знаю, почему вы меня такой допрос довели, когда я всю жизнь. Бог то знает. Сейчас не надо дужить конкретно сегодня в Потеряевке. Ты за прошлый месяц десятину отдала? Я вам сказала, что всю зиму я не езжу и денег не получаю. Вот когда я весной поеду, сейчас получу и за эти месяцы кладу. Хорошо. Дальше давайте. Ты получишь, поешь коржеву, получишь пенсию. Десятину отдаешь в руки священнику? Отдам, отдам. Успокойтесь. Нам зачем выдумывать чего-то, когда решительно так? Потому что, во-первых, это служение Божие. Служение. Это содержание. У нас есть епископ. Есть сенот. И от нас деньги идут везде. И у нас побор епископ не делает. Почему? Потому что честный батюшка. Вот батюшки нашего не будет, будет по-другому. Все под роспись. Каждая десятина. А потом церковный совет будет тогда делить. Диакону, сколько священнику. И там указано. Две трети. Там единица. Сколько в сенот отправить, в епархию. И все. А сейчас не делаете так? Сейчас не делаем так. Почему? Потому что у нас один священник. Священник, который не лукавит. Он сам отделяет. Епископ приезжает к нам. Епископ этот уходит. Через несколько дней. Сегодня какой? 17 числа у нас епископа уже этого может не быть. Он еще не ушел, но может не быть. Сегодня должен быть епископ Поксин приехать. Мы уже две встречи-то имели. И они отказались. По самым... И батюшка, если даже на меня сказал, разве он не помнит, когда я всю жизнь ему в месяц по три раза давала себе давать деньги. Зачем тебе всю жизнь? Павел наш говорит, но ведь десять лет назад я же там был. Где десять лет? Сегодня ничего нет от тебя. Зачем тебе не то? Я вам еще сказала, зиму я не езжу и не получаю деньги. Поэтому я не плачу. Ваши деньги никому не нужны. Понимаете? Ваши деньги не нужны, что вы говорите, я давала, давала, а ему все мало, он вот все берет и берет. Я ничего не... Ему не надо. Просто почему вы меня так говорите? Потому что я всегда честно платила. А сейчас я вот это... Это не плата даже. Это... Что платил, а здесь не походят. Как хотите называть? Платить, это вот в магазин платите. Идите в магазин, это вы отдаёте Богу. А Бог знает, что я всегда честно отдавала. Вот это знает. Вот отдавать Богу возвращать. Платить нету, здесь снова плата. Не платить. Ну, простите меня, я так неправильно сказала. Он не зарплату получает с вашей жизни. Отдала, простите меня. Это дар. Дар Божий. Ты это делаешь не потому, что батюшка беден, а потому что Бог установил. За этим стоит мирский седек. Мне не надо. Мне ни рубля, я ни десятину не получал. И вот в университете в одном семнадцать лет не продавали. Семнадцать лет я ни рубля не получил. Пред Богом я знаю. Если вы не знаете, то Бог знает. Вот рядом у тебя живёт Игорь. Вот Игорь рядом. Он ни разу не был, чтобы он не заплатил. Вот рядом Митя уехал потников, всегда платил десятину. У них полное благословение. Лучше его никто не живёт. Ты что доказывать-то? В нашей деревне, которые рядом живут, они всегда платили. Это благословение Божие. Благословение это отразится на семье, на сыне. Ты с сыном поговори. С сыном. Сын не платит. Сын-то не платит. Ты же это хорошо знаешь. И ты не буду я сейчас сыну не объяснить. Ну хорошо, ты не будешь, я буду говорить. Говорите. Он бред, я буду говорить. Раз ты не мать родная, ты знаешь, что он вор, у Бога ворует деньги. А я не буду говорить. Он проклятый перед Богом. И тебе разницы нет. Да какая же ты мать-то? Я откуда знаю. Может быть он и платит что-то деньги. Ну ты спроси его, скажи, сыночек дорогой. Мишенька. Михаил Витальевич, скажи, ты плачешь или десятину? А тебе зачем это? Миша, а сколько ты получаешь? Это ты услышишь свой ответ. А тебе зачем это знать? Он одинаково ответит. Я ни у кого не спрашиваю, сколько получаете. И все знаете, вы все прекрасно меня знаете, что я была на самой малооплачивой должности. У меня пенсия маленькая. Пусть у вас даже рубль был в месяц, не в этом дело. Вот был первый священник Ильи такой. Ильи, у него было два сына. Я забыл. Такие имена. Офни и Финес. Офни и Финес. Он тоже был очень добрый человек. У него Самуил воспитывался. Он даже, кстати, и научил его. Говори Господи, слушай раб твой. Он научил его. Ильи был очень мудрый человек. Но у него были два беззаконника. И он никогда их не обличал. Еврейский народ жаловался ему. Говорит, у тебя сыновья беззаконники. Он ничего не предпринимал. И Господь его наказал смертью. Его сына погибает в один день. И сам Жею сломался. И Копчек попал в плен. Полное проклятие. За то, что он детей не требовал. Они были сами священниками. И он не требовал с них послушания Богу. И вот за это было меня. Жень, Жень, тебя никто не унижает. Ты понимаешь. У тебя внучка одна. Две внучки. Это маленькая еще вторая. И это. Ты знаешь, внучка где? Мирской человек. Она в миру живет. Ушла. Что я сделал? Я к тому говорю, что это не благословение уходить в мир. Теперь этот жалуется учителя материться. И здесь у него было в лагере матерился. Он просто хулиган пацан. Благословения то нет. А парнишка то он у меня был как-то. Ну думаю, показать голубей не показать. Я взял себе туда на голубятню. Он с таким восторгом голубенка держит. Вот к нему, к ребенку, этому надо подойти. Размягчить его надо было. А я когда детей собралась в компанию. И он здесь. И я хочу. Первое чувство такое. Тебе ли хулиганом тогда быть? Ты просто. Я думаю, нет. Артемию первому дам голубенка. И он сразу открывается другой стороной. Когда они нарушили там взаимоотношения. И повредили у Малютина пацана. А он ушел из лагеря. Я назначил ему каждый день 7 горящих в обед. И он в обед приходит. Сидит, когда мы обед отсадимся. Тогда ему 7 горящих крапивы. И он домой бежит. А сестренка над ним смеялась. И он ходил, пока у того порванная рука не зажила. Кого он повредил. То есть надо работать. И ты ему сказал так. Уж я непременно спрошу. Спрошу его. И скажи, Миша, если ты платишь, то это хорошо. А если не платишь, то это очень плохо. Это проклятие. Проклятие мы прокляты. Да вы меня обкрадывайте. Ни батюшку, ни меня. Вот смотри. ИНН это не... Я по другой теме. Это не знак антихриста. Но ИНН это тот самый момент, где можно упереться и не получать. Я преподаю в разных университетах. Одновременно в 5 университетах. В одном только АГТУ 17 лет. И не получил я ни рубля. И наконец-то ректор ко мне расположенный. Давай все посчитали. Там такие деньги большие. Я пошел к кассе. ИНН ваш какой? А у нас нету. Да как нету? У меня опять семки там. Получи ИНН, да и получай деньги-то. Я ушел, так ни рубля не получил. Хотя я знаю, это не печать антихриста. Я мог подать на них суд. И я выиграю этот суд. Они имеют право делать. Но мне это не надо. Я отошел и думаю, господи, вот в этом деле проверь меня. Проверь меня. Это Бог дает нам возможность. У тебя было такое упущение неправильно. Не буду больше. Никогда лукавить не буду. Открыто буду жить. Открыто говорить. Ну вы все меня знаете. Что вы меня лукавите? Я... Что вы меня не знаете там? Я жила там у людей своих. Ну что я? Лукавство. Когда вот в самых простых вещах, даже сколько стоит стол купила, ты мне не ответила. Ну когда я даже не помню этого случая. Что вы мне это говорите? Как, как? Это из одного кошелька. Сколько зарплаты? Нету. А сколько пенсии? Не буду. А сколько? Да зачем это так? У нас вообще этого нету верующих. Я в интернете... У меня зарплата была 1200 я работала. Женя, в интернете вот я вот так вот... Хотя вы не знаете. Я кнопки нажму, и от меня получают письма 3300 человек. И я всем говорю, сколько у меня пенсии. И все страшно. Да, Игнах Стихонович, разве можем мы быть такими, как вы? Нет, ну открытость. Открытость. Это привлекает людей. Привлекает. Понимаете что? Я с тобой пришел говорить, сразу спросил, какие наши отношения. Мы сейчас помолимся, чтобы наши отношения не ухудшились. Мы с тобой в хороших отношениях. Я пришел на тебя не вымогательствовать с тебя, а чтобы я была проклятие. Потому что это слишком серьезно. Я же знаю, я всегда за десятину и не против. Не всегда конкретно, чтобы... Не против. А туда так и клади. Так и клади. А десятину в руки передай. Ты же чувствуешь, что у тебя сразу мозоль? Конечно. Две десятину может я и не заплачу. Я сразу вам говорю. Ну это понятно. Потому что... Вопросы ко мне. Давай, какие есть? Я сейчас маленькие спрошу. Это котята два белых твои? Мои. А кошечка какая? Серенькая. А белая не от котика твоего? От котика. Котик. Хорошие котята? Хорошие. У меня тоже сейчас один белый растет. Ну вот одного подарю кому-нибудь. Уже просили. Я приехал, он полностью ободранный, шелудивый. И они решили его убить. Он не лечится. Я застущал сразу к Павлу, побежал. Там их его в мази заказали в город. Привезли. Уколы начали делать. И он поднялся. Кот все. А то его только ударит Серафима. Он паршивый был. Я хотела его убить. Понятно? Да. А я хозяин. Я этого котика подарил. И так и здесь. Мы тебя не убиваем, котик. Да я не думаю, что я... Да не обидится. Дело в том, что Бог тоже знает. Да. Я ведь всегда... Только вот я зиму-то не езжу. А когда, думаю, прочитала вот эти ваши слова, приносите в Дом Божий. Вот думаю, уж там точно для Бога. Женя, мы договорились. Ты будешь как плала, так и клади туда десятину непосредственно в руки. А туда вот две десятины клади. Мы сейчас поблагодарим Бога. Ну конечно. Так я прошу тебя за нас молиться, что мы будем ездить. Ты знаешь... Я всегда за вас болюсь. Да. Но когда вы поедете, это будет другая болица. Мы видим очень большая опасность. Это будет другая. Для нас я говорился, никакая опасность пожидают. Особенно в ночное время. Отец Небесный, хвала Тебе. Благодарим Тебя, что позволил нам быть здесь. Благослови сестру. И чтобы ни в ком из нас не было лукавства. Чтобы мы страшились нарушить Слово Твое. Благослови всех, платящих десятину. Дабы в преизбытке открылись небесные окна на благословение нам. Благодарим Тебя, Господи, что все необходимое для жизни Ты нам даешь. Научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, и быть довольными. Благослови этот дом живущих здесь. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Так, тогда перепишешь мне это? Ой, я перепишу, ладно. Слава Иисусу. Пакет Твой. Пакет Твой. Да, Пакет Твой. Пакет Твой. Пармонд. Пакет Твой. Пармонд. Ваня, говорит, только там вуце, когда, поставил быкер. Это, по-моему, я не знаю, что я не знаю. Это, по-моему, я не знаю, что я останусь. Дааа. Да, какие хорошенькие, да? Продолжение следует...